Обычно такой жгут используют медики в поликлиниках, чтобы взять кровь на анализы. Но при серьезной травме и сильном кровотечении он может и жизнь спасти. Главное, правильно его наложить, а также знать, как надолго можно прижимать сосуды. Ведь именно фактор времени может оказаться решающим для успешного лечения. Сегодня мы решили проверить, в курсе ли иркутяне, через какое время после наложения жгут необходимо снять. И ответы прохожих в нашем традиционном опросе. Меньше полтора, наверное, или полтора. Потому что передавят все сосуды. Наверное, два часа. Я не помню. Нам на УПЖ объясняли, больше я не помню. Полтора часа, не больше. А зимой еще меньше. Почему? Да потому что может гангрена быть или просто омертвение тканей. Полтора часа. Ну потому что потом идет перетягивание сосудов, наверное. Смотря какое время года. В холодное время года часа полтора. А так два с половиной три можно в теплое время. Максимум. Результаты нашего сегодняшнего опроса неоднозначные. Радует одно из 30 опрошенных горожан. Все иркутян все-таки знают правильный ответ. Действительно, накладывать жгут можно на срок не более полутора часов. Ведь если это время превысить, то в пережатой конечности начнутся такие необратимые явления, как, например, некроз. Также обязательно нужно написать записку с указанием точного времени наложения жгута. Ведь, как показывает медицинская практика, порой такая, казалось бы, мелочь может предотвратить более печальные для пациента последствия. Евгений Шоев, Михаил Глызин. Новости по будням.